Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, я так понимаю, ожидает очень тяжелая, интересная, занимательная неделя на Украине. Движение политическое начинается какое-то. Вот кто-то обещает всех перестрелять. Саакашвили собрался пересекать границу. Вот я хотел в этом связи спросить, вот можно ли будет объявить вторжение Саакашвили грузинской агрессией, например, причем со стороны Польши, начать какую-то анти какую-нибудь операцию или же подождут все-таки его вторжение в Киев и там начнут? Я думаю, скорее всего, что будет просто очередной фарс, ну как оно в принципе всегда и бывает с Мишако. То есть мы все прекрасно понимаем, что пересечь границу без паспорта он не сможет, паспорт аннулирован. Даже если, допустим, ему дадут прибалти свое гражданство или, к примеру, поляки, да, ну и что? Ну покажет он им паспорт, они скажут ему до свидания. Вот, собственно говоря, здесь, на мой взгляд, как, ну, очередную как бы попытка какого-то пиара, какого-то скандала, раздутия. По сути, в общем-то, само по себе оно не имеет никакого значения. Как, собственно говоря, и сам Миша никакого значения не имеет. Ну, Саакашвили, ну и что? Таких Саакашвили, по большому счету, на Украине тьма. Я согласен, но вот вы говорите, что это сплошной пиар и, ну, во-первых, интересно, этот пиар будет только на границе и только для внешнего пользования или для внутреннего тоже. Дело в том, что, по большому счету, и Майдан был просто пиар. Это, как правило, ширма для принятия каких-то глобальных решений, чтобы потом сказать, а это вот видите, на Майдан вышли, или вот видите, там типа Саакашвили пошел на Киев, и вот пришлось ему уступить. Вероятно, что существует какая-то подковерная ситуация. Не могу с вами согласиться насчет того, что Майдан был пиаром. Майдан был абсолютно технологическим вариантом захвата власти. Поэтому сказать, что это чистый пиар, нет, это не чистый пиар. Это технологический подход захвату, неконституционному захвату власти. А в данном случае Саакашвили, ну, во внутреннем, внутриполитическом украинском плане, ну, он не играет какую-то такую заметную роль. У него нет ни ресурсов, ни реальной команды у него нет. За ним, по большому счету, нет и населения значительного, да, которое бы сказал, вот наш освободитель и наш герой. То есть, Миша сам по себе, как многие, кстати говоря, из политической элиты, здесь в большей степени, как на мой взгляд, важен, Миша важен, как рычаг воздействия, внешнего воздействия на нынешнюю украинскую власть. Ну вот, может быть, это там вышло кто-то решили. Да, обратите внимание, что сейчас-то, в общем-то, те же поляки, те же прибалты, они начали выступать на стороне Саакашвили. Они начали выдвигать, в общем-то, определенные претензии к нынешнему режиму на Украине и, в частности, к Петру Порошенко. Демонстративно его поддерживают поляки, демонстративно его поддерживают прибалты, причем речь идет о том, что они даже готовы предоставить ему гражданство. Более того, напрочь игнорируется заявление грузинской стороны, да, из Грузии, по поводу того, чтобы его выдали. Здесь, в общем-то, ну, идет демонстрация отношения так называемых союзников, ближайших союзников Украины, вот, к самой Украине, к самой нынешней власти. И я не думаю, что такое демонстративное пренебрежение, такая попытка указать Киеву его место, которое, с их точки зрения, там, надцатое, да, скажем так, что оно, скажем так, что все эти вещи не делаются с санкцией Вашингтона. На мой взгляд, на мой взгляд, то, что сейчас происходит вокруг Саакашвили, это попытка Вашингтона дать сигнал Киеву, что, ну, скажем так, вы заигрались. Это сигнал с помощью Миши, Пети, скажем так. Поэтому в плане внутриполитического расклада я не думаю, что Саакашвили будет иметь некое значение. А вот в плане того, что там Запад намекает, да, что Вашингтон намекает на то, что Петр Алексеевич что-то делает не так, на мой взгляд, это очевидно. Я понял, значит, у Саакашвили появится новая кликуха, кроме как горный баклан, да, он у нас еще будет зеленый свисток из США. Ну, что-то вроде того. Сигнальная ракета. Ну, то есть, на самом деле, все, что вы говорите, вселяет какое-то уважение к украинским властям, они за независимость борются, они пытаются делать по-своему, говорят, это наши кредиты, мы их будем воровать. Да. Хорошо, но, то есть, вы считаете, что Вашингтон, ну, с помощью своих послушных союзников из бывшего соцлагеря, все-таки пытается повлиять на Киев в том или ином направлении? То есть, это влияние вообще на украинскую элиту пытаются оказывать, или это пытаются каких-то конкретных людей сместить, то есть, того же Порошенко, к примеру, или, может, Гройсмана, против каких-то конкретных политических лидеров украинских? По тому, что происходит, я могу сказать, что верятнее всего, что намеки идут в адрес Порошенко, потому что все остальные, опять-таки, я бы не говорил о элите украинской, как о каком-то целом. Ну, я просто нашел термин. Да, она раздроблена, она, как всегда, воюет друг с другом, там, у нее внутренние разборки, причем ненависть украинских элитариев друг к другу, на мой взгляд, на порядок выше даже, чем их ненависть к тому же Донбассу восставшему. Вот, поэтому в данном случае идут конкретные сигналы для Петра Алексеевича, причем конкретные сигналы, что делает он не то, что от него требуется делать. Вот, и даже по тем процессам, которые идут уже внутри Украины, да, вот, можно, в принципе, сказать, что, ну, на данный момент пытаются под него уже копать его западные покровители. То есть это вот все, что сейчас происходит на Украине на данный момент, многое из того, что вижу я, многое из того, что видят мои знакомые там, которые, да, на Украине остались. Вот, свидетельствует о том, что ситуация примерно такая же, как была накануне Майдана, как накануне последнего переворота государственного. Вот, но опять-таки, насколько это далеко зайдет, насколько эти процессы обретут какую-то там кровь и плоть очередного бунта или еще что-то в этом роде. Ну, это уже как бы вопрос остается открытым. А то есть разговор только о бунте может идти, да, то есть там не может быть какого-то такого цивилизованного передачи власти, то есть вот сейчас, к примеру, споются Тимошенко с Аваковым, да, и можно было бы выборы устраивать, и на тех 10%, что на них еще ходят, можно было бы там 6% вырвать и 4% у Порошенко поставить. Вы понимаете, как можно говорить о каких-то цивилизованных переходах власти в стране, которая уже давно забыла о том, что такое цивилизованность? Здесь ситуация немножко такая комичная, потому что многие даже в той же правящей юлите Украины, они до сих пор не поняли, что те методы борьбы, которые были до переворота, они уже не работают на данный момент. И что если раньше главная задача была друг друга переголосовать, то на данный момент главная задача это друг друга перестрелять. Ну, у Авакова есть чем. Правильно. И, в общем-то, уже не имеет даже большого значения, сколько, какой процент, условно скажем, электорального стада за того или другого человека будет блеять на возможных выборах. Это уже тоже абсолютно не имеет никакого значения. И имеет значение вооруженные группы, хорошо организованные группы, группы, способные пойти на крайние меры, группы, способные пролить кровь. Вот это сейчас имеет значение. Да, я с вами согласен. Власть можно захватить, но потом надо какую-то видимость легитимизации сделать. А это вы пытаетесь хотя бы на шаг мыслить вперед. А кто вам сказал, что там это пытается? Не, ну им же надо предъявить деньгодателям своим на Западе, что вот я не просто всех перестрелял, а за меня народ. Господи, а какие проблемы? На Западе скажут, что вот был очередной диктаторский режим антинародный, вот поднялись прогрессивные слои общественности, и устранили путем прямой демократии. Как это было просто? Прямая же демократия. Пришли и слипили. Вот пришел народ, народ. Он пришел и сказал свое резкое слово. Ну допустим, там полегло, кого-то там застрелили, кого-то повесили, но это уже такое. Кто сейчас на это обращает внимание? Поэтому то, что, поверьте мне, на данный момент, с учетом того, что сейчас происходит на Украине, уже в такие вещи, ну никто не заморачивается по поводу таких вещей, абсолютно. То есть здесь просто уже прямые какие-то методы и главный результат. Вот нужно, допустим, Петра Алексеевича убрать, если в принципе созрела такая необходимость. Его уберут, и не имеет значения каким способом, самым простым и самым эффективным. А в принципе потом население... Население-то что? Оно что уже? Нет, население уже все равно, по-моему. Вот то, что им скажут по поводу произошедшего. Вот сказали, что вот был там очередной народ. И народ поверит всему, что скажут. Потому что особо этой любви к Порошенко уже нет. Посмотрите статистику социологическую. Все. Поэтому все предельно упрощается. Цивилизации там уже давно нет. Она и близко уже там. За три года остатки цивилизации разрушены. Я так понимаю, что вы утверждаете, что кто из них с кем договориться не имеет никакого значения. Понимаете, здесь же договоры как? Ну, идут между собойчики дружим против кого-то конкретно. С учетом того, что Петр Алексеевич сейчас за глотку взял практически всех, и у Петра Алексеевича амбиции стать олигархом и царем в одном лице, на всей территории этой несчастной украинской, то, естественно, все, которые там еще остались, и которые тоже хотят, в общем-то, которые имеют претензии на эту территорию, вот, естественно, что они готовы вступить в альянсы ситуативные, чтобы ликвидировать Петра Алексеевича. И эти альянсы могут быть абсолютно какими-то там сюрреалистическими и абсолютно неожиданными. Ну, как говорится, цель оправдывает средства. Но, как только Петр Алексеевич и не станет, эти альянсы распадутся. Чтобы уйти от темы, как думаете, что их больше раздражает сейчас во внешнем мире? Учение Запада 2017 или строительство Крымского моста? Я думаю, что в большей степени, наверное, строительство Крымского моста. Потому что к тому, что Россия, в общем-то, наворачивает круги вокруг Украины, скажем так, да, условно говоря, в военном плане, они уже привыкли. Но они уверены, что Украина не будет наступать, а что вторжения как такового не будет. А Крымский мост — это мощнейшее раздражение в идеологическом плане. Потому что в самом начале они же ждали, что там в Крыму начнёт всё разваливаться, рушиться, что народ толпами побежит спасаться на Украину, что там начнут стинания, плачь и так далее. Что там ситуация на порядок ухудшится. А процесс-то идёт обратный. И они даже не могут этот процесс скрыть, потому что народ всё равно туда едет. Значительная часть едет на строительство того же моста Херченского. Значительная часть едет на отдых, потому что в той ситуации экономической, которая сейчас на Украине, им проще приехать где-то на берегу, разбить палатку и пару недель там пожить. Или какую-то лачёгу снять по сходной цене. И естественно, что всё, что там происходит в Крыму, народ по большому счёту знает. Вот это вот все эти картинки телевизионные им до одного места. И это не может не раздражать режим нынешний, потому что это абсолютно не вписывается в ту картинку, которую он пытается навязать массовому сознанию. А естественно, что мост — это как символ ухода Крыма из Украины, как символ возвращения Крыма к России, как символ, скажем так, технологического превосходства России. Тут даже речь не идёт не о военном превосходстве, а именно вот простое технологическое превосходство. Построен мост. Проект действительно уникальный, проект сложный. И он просто на глазах реализовывается. Естественно, что не может не раздражать. А вот скажите, я вот помню ещё как бы из детства, вот, ну как, к чему я это говорю, в любом учебнике истории это было написано, даже в советские времена, о том, что государство, которое слабое, которое бедное, а соседи у них побогаче, то окраины начинают отпадать. Мы, собственно, по большому счёту, даже на примере Украины, даже если откинуть там национальный состав, культуру, там ещё что-то, мы видим, что Крым отпал в сторону России, Донбасс, в общем-то, если бы Россия взяла, так он бы уже там был бы, да. С западной Украиной такая же ситуация, что вот-вот, да. Как думаете, всё-таки, ну это же естественный процесс, развалится она уже, растащат её в соседние государства, просто вот как бы интегрируют в себя, потому что, ну как иначе. То, что процесс, о котором вы обозначили, он идёт, это однозначно. В чём, собственно говоря, проблема? Проблема в том, что территории тянутся к центру, когда центр способен что-то территориям дать. Как правило, столица является мощнейшим финансовым аккумулятором, который концентрирует финансовые ресурсы и перераспределяет их. Это в любой стране так. И если складывается ситуация, при которой центральная власть, столица, уже не является таким аккумулятором, если эта столица уже не способна что-то дать периферии, то естественным путём периферия начинает искать другие центры, которые позволят ей так или иначе решать свои проблемы. Поэтому эти процессы уже идут, потому что, ну, украинское государство уже банкрот, причём давно банкрот. Это все прекрасно понимают, просто об этом ещё вроде как нельзя говорить, это на официальном уровне. Она банкрот, уже давно банкрот, она не способна платить по своим долгам. С учётом того, что промышленное производство на Украине практически уничтожено на данный момент, остались там какие-то локальные центры, которые уже не способны дать в бюджет тех денег, которые необходимы даже просто для выживания. Вы же посмотрите, что они делают. Они начинают принимать абсолютно смешные законы, допустим, как тот же обложили налогом секонд-хенд на Украине. То есть по большому счёту любую вещь, которую вы там, ну, как, я не знаю, допустим, пошли купили пятый раз трусы, грубо говоря, да, и пятый раз вам придётся за эту покупку, за эти трусы платить налог. Это смешно. А почему? А потому что по-другому они уже не способны наполнять бюджет. Они цепляются за любой повод. Они пытаются выжать из населения по максимуму, всё, что только можно выжить. Естественно, если, допустим, регионы, имеющие свои проблемы, имеющие свои задачи, если они не могут их решить при помощи центра, и они не могут их решить самостоятельно, они их тоже не могут решить самостоятельно, естественно, они будут искать иные пути, иные центры, где им эти проблемы помогут решить. И здесь практические задачи, они будут на порядок важнее для них, чем какие-то идеологические фикции, которые власть пытается центрально всем навязать. Эти могут там обгадиться от напряжения в Киеве, все вот эти вот пропагандисты и идеологи, они могут там просто, не знаю, разорвать напрочь, насмерть свои пуканы от напряга, но они ничего не изменят, потому что они не могут накормить население, в принципе не могут. Они ничего, они же только забирают у него. Поэтому народ будет дальше приспосабливаться, несмотря на то, что там ему пытаются навязать сверху. Для него это все вторично. Оно было всегда вторично и будет всегда вторично. Ну хорошо, ладно. Спасибо вам за разъяснение. Было приятно очень познакомиться. Взаимно. Взаимно. Все, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok